Здесь у нас три двора, вы прямо, да, он самый большой у нас. Ну все, тогда давайте попробуем обойти. А обойти территорию не просто. Один из старейших районов Видного буквально заиграл новыми красками. Объем работ проделан немалый. Здесь асфальтировка проездов свыше 5000 квадратных метров. По тротуарам это где-то тысячи две. Потом у нас с вами идет, если бельевые площадки считаем, четыре дополнительных жителей просят. Все-таки старые дома, балконов не сушить негде. Поэтому дополнительно пошли на уступки четыре дополнительные площадки бельевые для сушки белья. Две детские площадки, это у нас капитальный ремонт, только покрытие меняли на безопасное, на резиновое. И устройство спортивной площадки с элементами, тренажерами, которые вот скоро будут смонтированы. Ремонт во дворах 1-й и 2-й радиальных и заводской улицах состоялся в рамках областной программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Депутату Московской областной думы Владимиру Жуку подробно рассказывают, что сделано и что будет сделано в ближайшие пару недель. Все не совсем закончено, то все будет черный процесс идет. Газон будет. Газон, да, все в должности здесь отсыпают, приведут в порядок. А форо освещения установлены, заменены на стану, да? Вот тоже дорожка, и сами уже высадил кто-то благополучно кустики вдоль дорожки. То есть они параллельно, жители не отстают. Вот так эти улицы выглядели чуть больше месяца назад. Машины припаркованы где попало, потрескавшийся асфальт, разбитые бордюры. Теперь повсюду новые парковочные места, широкие дороги, новые мачты освещения. Средства здесь областного бюджета, поэтому депутаты областной думы контролируют расход этих средств. Насколько эффективно и качественно сделана работа. Хорошо сделано, большой объем работ, действительно, тут гулять можно уже. По сравнению с тем, что здесь было, это просто сейчас небо и земля. Полностью благоустройство будет закончено к концу месяца. На одной из улиц еще идут дорожные работы, но уже сейчас в этих дворах появился совсем иной уровень комфорта. Широкие дороги хорошие. Насколько их хватит, не знаю, но дороги хорошие, расширены. Очень-очень приветствую. Замечательно, кусты высадили новые, деревья порубили. Появилось больше определенных мест для парковки. Сделали хорошо, заделали ямы, ну, по крайней мере, которые здесь были. Работы по благоустройству проходили под жестким контролем. И не только депутатским, но и местных жителей, среди которых немало людей, влюбленных в свой город. Смотрим, как делают дорогу, вот, следим, как дворники убирают. Ну, стараемся, чтобы наш двор, наши дома, которые признали, что это историческая ценность, вот, им больше 60 лет этим домам, стараемся, чтобы они как-то выглядели, поддерживаем их, стараемся, чтобы они были в надлежащем состоянии. Граждане также могут повлиять на решение по благоустройству именно их двора. На интернет-портале Добродел с 12 сентября по 2 ноября проходит народный опрос, где каждый житель может проголосовать за ремонт той или иной территории. В 15 ноября, то есть мы должны будем уже выйти с тем перечнем дворов, которые предложат жители комплексного благоустройства. Ну и фактически уже отработаем их, посмотрим, где мы можем зайти, где мы не можем. То есть, как всегда у нас получается, это если территория сдана застройщикам не прошло еще более трех лет, то мы ее, конечно, благоустраивать не можем. Отработав весь перечень, до конца ноября, я думаю, мы согласуем уже полностью перечень тех дворов, которые войдут у нас в 19-й год. Каждый год в Ленинском районе благоустраивается не менее 10% дворовых территорий. На какие из них придет ремонтная техника в следующем году, решать в том числе и вам. Максим Козлов, Николай Карванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.